На избирательном участке 1046 Бишкекского государственного университета, где установлены монитор и видеокамеры, с помощью которых за ходом голосования следят представители различных политических партий, международных организаций и Центральная избирательная комиссия. На этом же участке сегодня проголосовал и глава государства Садыр Джапаров. Как помнят кыргызстанцы, глава государства дважды перед началом важного для страны события сделал два обращения к избирателям Кыргызстана. В день голосования Садыр Джапаров еще раз напомнил соотечественникам о значимости этих выборов для каждого кыргызстанца. Призывая всех принять участие в выборах местной кенеши, еще не поздно. Избирательные участки на местах работают до восьми вечера. Сейчас выборы проходят совсем не так, как раньше. Вы и без меня знаете, как это было раньше. Бывали случаи, когда использовали карусель, паковали бюллетени и вбрасывали их в урны. Сейчас ничего такого нет. Все автоматизировано. Человеческий фактор при подсчете голосов исключен. Результаты выбора будут известны уже через 20-30 минут после завершения голосования. Повторное голосование на другом участке невозможно, что исключает практики прошлого, такие как карусели и массовые бросы бюллетеней. Еще раз призываю граждан активно участвовать в выборах. Каждый человек от 18 до 100 лет имеет право голоса. Вы голосуете не ради меня, а для себя, потому что избранные депутаты будут решать проблемы вашего региона 5 лет. Они будут управлять местным бюджетом. Если выбрать коррупционера или те, кто покупает голоса, это приведет к хищению местных средств. Мы реформировали систему управления. И теперь важно выбирать честных и достойных людей. По сообщению Центра избиркома, 17 ноября с 8 часов утра началось голосование на 2037 избирательных участках по всей республике. За избирательным процессом наблюдают общественные и международные наблюдатели из 10 стран. Особенность этого выборного процесса в том, что облегчили нам работу членов УИК. В смысле, мы не стали считать блетни. Погашение не будем делать, потому что аппарат по факту выдает блетни. С утра уже до сегодняшнего дня зарегистрировали где-то 10 представителей партии, международных наблюдателей. С утра тоже пошли с Турции, с Азербайджана, были с Южной Кореей представители. И вот там наблюдатели сидят, никаких нареканий с их стороны пока что не было. Я открыто скажу, что не во всех странах электронное голосование приходит. Вот это очень развитие дела в работе Центральной избирательной комиссии, что именно электронное голосование происходит здесь во время выборов. Каждый раз участвую. Это важно для того, чтобы для развития города, для развития Кыргызстана. Вот, и я исполняю свой гражданский долг. По информации Центральной избирательной комиссии, на 10 часов по республике в выборах в местные Кенеши приняли участие более 114 тысяч кыргызстанцев, городские – более 41 тысячи избирателей, воильные Кенеши – более 73 тысяч сельчан. Всего по Кыргызстану зарегистрировано 4 миллиона 135 тысяч избирателей. На выборах в местные Кенеши впервые применено дистанционное голосование. Выборы проводятся согласно указу главы государства о распуске местных Кенеши и назначении выборов депутатов местных Кенеши.